Обсудим тему нарастания. Уже даже не знаю, уже употреблял слово и такие как бы и военные действия, и напряженность, и рост неопределенности, энтропии. Уже даже как-то и слова не можешь подобрать, но реально напряжение серьезнейшим образом, ну я так считаю, растет на границе Белоруссии, Польши и Литвы. Ну пока Литва как бы так чуть-чуть сбоку, но учитывая, что там уже где-то на конец августа было 4000 нелегальных мигрантов, ну собственно засланных с этих стран, а надо ожидать сейчас, что за сентябрь-октябрь их количество увеличилось, ну хотя бы на 2000, может больше. То в принципе в Литве очень сложная ситуация, просто там они как бы еще не перешли к активным действиям. Поэтому пока видим, что удар Путина руками Лукашенко наносится именно по Польше, но без сомнения будет балтийское продолжение этой операции, проекта Путина. Вопрос только как это произойдет и когда, но должно, я считаю, что должно произойти и вопрос, какая страна будет первая дестабилизирована, то есть все-таки родина Вайна, будем все-таки помнить, что глава президентской администрации Путина, Вайна, он внук последнего секретаря, первого секретаря коммунистической партии Эстонии. Вот, поэтому, естественно, абсолютно заинтересован восстановлением власти семьи на эстонской территории. Только как это произойдет, понятно, что руками Путина, Москвы, Кремля, может быть какая-то мягкая операция будет, внутренняя операция. То есть сегодня Эстония очень под это подходит, маленькая страна, там меньше миллиона населения, почему нет? Тем более это финно-угорское население, фактически РФ, большинство республик финно-угорские, поэтому родственная территория, земля, этнос. Поэтому, почему ему не влиться снова финно-угорскую семью, да? Ну, с другой стороны, Латвия практически, если брать там Ригу, некоторые крупные портовые города, это по сути города русского так называемого мира. Там вообще латышей, как говорится, не большинство, они в основном в селах живут, небольших провинций и так далее. А большая территория Латвии, это не латыши, занята, там превуалирует уже население русскоговорящее. Ну и, как бы, таким достаточным камнем преткновения является Литва, тем более Литва, как бы, восклавляла этот процесс развала Советского Союза. И помним события возле этой телебашни, именно Литва тогда была самая активная с точки зрения понимания КГБ и коммунистической партии Советского Союза. Она осуществляла этот период, эту акции сепаратизма и развала Советского Союза. Поэтому, я думаю, там на нее самый, как говорится, большой зуб у нынешнего синклита кагибиско-милитаристского. И они обязательно хотят как-то отплатить за те действия, которые Литва тогда совершила, начав, по сути, развал Советского Союза. Ну, естественно, при Горбачеве там и так далее, это понятно. Тетчер, Рейган. Но я думаю, что вот в данном случае, как бы, будет обязательно. Он уже есть, этот проект, только мы же не знаем, как он будет запускаться, то есть, как это проявится. Ну, например, можем предположить следующее. Например, Лукашенко сделал последнее вот такие заявления, что у мигрантов вдруг появилось оружие с Донбасса. То есть, подключились типа там вот эти донбасские, так сказать, кто-то, тоже интересный такой, вот у него в голове позыв образовался ментальный. И типа туда забрасывается оружие в эти лагеря, а забрасывают его польские пограничники или представители каких-то польских спецслужб. Вот, ну, тогда, в принципе, исходя из этого, можно сказать, что это будет как-то сказано, что появится какое-то оружие, может, оно уже появилось. Вот в этих лагерях там дети же, как бы, беженцы, их то сколько там уже, 6 тысяч, которые вошли в Литву. Ну, и видим, что они снова входят, сейчас будет усиливаться. То есть, Литва очень слабая звено у них, конечно, они закрыть НАТО там и прочее никто не может. Почему пока они не наращивают эту операцию в Беларуси, пока Лукашенко не совсем понятно. Может, сил не хватает, может, денег немножко жалеет. Ну, я думаю, что-то должно в ближайшее время произойти. То есть, мы, сегодня я делаю вам этот сюжет. Сегодня там, пока он выйдет, конечно, обработается. Ну, 11-е сегодня ноября, то есть, 12-го он будет уже у меня на канале ноября. Это, собственно, будет пятница. Я ожидаю там каких-то серьезных событий. Это 13-е, 14-е должно быть ноября, чтобы уже что-то произошло. Вполне возможно, что будет вот уже оружие переправлено, оно находится на территории Литвы, да и на территории Польши, может быть. Ну, вот, то есть, для балтийских стран там какие-то свои сюжеты внутренние, я думаю, разработаны. Они, видимо, начнутся после того, как произойдет уже более такой активный массовый прорыв на белорусско-польской границе. Естественно, Лукашенко сделал серьезнейшие заявления по донбасскому типа оружию, что оно появилось у мигрантов. Это делают сами типа польские спецслужбы. Второе заявление – это то, что граница, ну, по сути, контролируется, и за ней следят, это авиация белорусская, российская. Это очень важно. И не только эта граница, но и украинская. Ну, про это чуть позднее, так? Так, третье, что он заявил, серьезнейшие вещи – это то, что прекратится транзит газа через Беларусь на Польшу. Вот, это, ну, такое мощное заявление, особенно учитывая, что сейчас начинается такое похолодание. Надо ожидать с понедельника падения температуры как раз вот в этих странах Балтии, Польши там и так далее, Германии там морозы могут быть. Поэтому это серьезное заявление. Ну, и то, что фактически они выдвигают какие-то военные контингенты на границе с Украиной. То есть, они рассматривают не только вот польско-литовское и латышское направление, а и украинское направление. То есть, Лукашенко все более входит в какое-то такое пиковое темное состояние, когда он уже и Украину полностью относит именно к врагам. Вот. Ну, это, конечно, уже очень плохо, но, то есть, это сумерки фактически сознания происходят у него. Но это говорит о том, что он уже не остановится, он будет идти по линии нагнетания. Ну, теперь давайте посмотрим, какие у него есть возможности для этого. Ну, то есть, я считаю, что в субботу-воскресенье должно произойти, повысится градус. То есть, что-то должно произойти вот в этих лагерях, особенно на польско-белорусской границе, но и на литовской что-то будет. Вполне возможно прорвутся какие-то группы, все-таки граница же большая, 400 километров, прорвутся группы в середину Польши. И полякам будет очень сложно их нейтрализовать, потому что уже как бы это будет придано такое международное серьезное звучание этому и будут соответствующие видео показаны. То есть, фактически Польша, Путин готовит, собственно, косовский сценарий, который был тогда использован против Милошевича, Сребница, вот это. Ну, и то, что он говорил про Донбасс, он фактически готов это сделать для Польши. То есть, если только будет, причем это же как бы не важно, кто убьет, да. Тут ситуация очень такая опасная, почему еще? Потому что, ну, практически то, что происходит, заявки про это оружие, Донбасс и так далее, это все по аналогии, ну, когда-то Лукашенко говорил, что ему Гитлер нравится, да. Это все очень похоже на начало войны, 1 сентября мировой войны, 2 мировой войны 1939 года, когда Гитлер совершил такую комбинацию, провокацию, как там называть ее или это. Но, в принципе, это вписывается в любую военную кампанию, когда переложить надо было ответственность, агрессии на вражескую сторону, в данном случае на Польшу. То есть, была подготовлена группа германских, видимо, Абер действовала, ну, можно посмотреть, это не проблема, она хорошо, эта операция описала. Немецких военнослужащих, они были переодеты в польские военную амуницию, соответствующим образом они типа напали, ну, реально напали на немецкую радиостанцию и так далее, там все такое было сделано. И Гитлер сказал, а, ну, так поляки такие, Польша начала против Германии войну, и мы не виноваты, и они тогда объявили вот эти военные действия. Ну, а поскольку Польша типа была защищена договорами с Англией и Францией гарантами, то началась вот вторая мировая война. Ну, а поскольку Польша. Продолжение следует...